Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Дмитрий Павлович так устал за неделю, что все делал автоматически, по привычке. Три операции, приемы, домашние дела, все навалилось и никак не отпускало. А хотелось просто по-человечески отоспаться, спокойно позавтракать и никуда не спешить. Сейчас он забрал сына из садика, зашел с ним в парикмахерскую и отправился в торговый центр за покупками. Это было всегда непросто, потому что его озорник носился по супермаркету с тележкой, просил все подряд и иногда закатывал истерики. Но тут отец заметил указатель к недавно открывшейся детской комнате и очень обрадовался. Они поднялись на третий этаж. Разноцветные коврики в виде пазла, бассейн с шариками, веревочная лестница, множество игрушек и аниматор в костюме мишки. Артемка был в восторге и остался там без всяких вопросов. А Дмитрий Павлович отправился закупаться продуктами на неделю, чтобы избавить себя от необходимости приезжать сюда снова хотя бы в ближайшие дни. Уже в отделе готовой еды он понял, что все это время просто идет по магазину, размышляя над планом лечения одного из пациентов. Загрузился так, что не сразу вспомнил, что именно ему нужно купить. Только потянулся за хлебом, как зазвонил телефон. И в трубке раздался взволнованный голос дежурной медсестры. «Что случилось, Нина? Ну что за срочность?» – недовольно спросил он, так неожиданно оторванная от своих мыслей. «Ладно, выезжаю». На работе творилось что-то несусветное. В отделение поступила женщина с многоплодной беременностью, которую, судя по всему, нужно было срочно оперировать. Счет шел даже не на часы, если верить обеспокоенной акушерки, упрашивающий его приехать на заднем фоне во время разговора с медсестрой. Хирурга на месте почему-то не оказалось, хотя Дмитрий Павлович догадывался, почему. Тот был большим любителем выпить, а тут еще выдался его день рождения. Вернув корзинку на место, он быстро направился к выходу. Больница находилась в десяти минутах ходьбы, если идти быстрым шагом. Поднимаясь в свой кабинет, чтобы переодеться, Дмитрий Павлович вздрогнул, будто его ударил утоком. «Впервые со мной такое. Видимо, пора взять отпуск хотя бы на недельку», — быстро объяснил он. «Нина, я тебя очень прошу, сходи за Артемкой, приведи его сюда». Нина побежала за мальчиком, а врач, ругая себя за рассеянность, пошел к пациентке, вокруг которой к тому моменту уже собрался целый консилиум. Как только Дмитрий Павлович вошел, на него устремились полные надежды взгляды. Он заслужил хороший авторитет в больнице и со своим опытом мог давно перейти в частную клинику или даже открыть свое дело, но продолжал трудиться там, где в нем остро нуждались. Можно сказать, что его семья распалась именно по этой причине. Жене хотелось, чтобы он достойно зарабатывал, продвигался по карьерной лестнице, но шли годы и ничего не менялось. Поэтому она ушла, оставив сына. Впрочем, женщина не прогадала. Второй брак сложился для нее куда удачнее. Новый муж был крупным бизнесменом, одаривал ее дорогими подарками, а детей не хотел. Так что вопрос о переезде Артемки не стоял. Пациентка действительно нуждалась в экстренной операции. Выглядела она очень печально. Старая одежда, грязные волосы, изможденное лицо. Даже без медкарты и сбора анамнеза доктор понял, что у нее двойня или даже тройня. Коллектив быстро подготовился к операции и успешно ее провел. Родились три малюткие девочки, но их мать узнает об этом только через несколько часов, когда придет в себя после наркоза. И без того уставший Дмитрий Павлович вышел из операционной, переоделся и бухнулся на стул. Спать хотелось так, что, казалось, он мог прислониться куда угодно, лишь бы закрыть глаза и хоть немного расслабиться. В кабинет вошла Нина. Вид у нее был очень взволнованный. «Дмитрий Павлович, я его не нашла», — чуть не плача призналась девушка. «Как?» — словно не поверив, ей спросил он. «Пришла. В детской комнате никого. В коридоре тоже. Пробежалась по этажам. Некоторые магазины уже закрылись, и нигде его нет». «Так, сейчас разберемся», — попытался успокоить он Нину, хотя у самого внутри тревога росла. «Спасибо тебе. Иди отдыхай, пока вызовов нет. А я пойду поищу. Ну, надо же так». Торговый центр и вправду готовился к закрытию. Было слышно, как стучат рольставни, а люди с сумками в верхней одежде направляются к выходу. Не планировал заканчивать работу только круглосуточный супермаркет на первом этаже. Возле него, лениво расположившись на диванчике с телефона в руках, сидел охранник в темно-серой форме. Он оказался на удивление отзывчивым человеком, выслушал Дмитрия и предложил пройти в кабинет охраны, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. «У меня вообще трое, так я их где только не забывал», — смеялся мужчина, изучая видео. «А вот, ваш?» «Да, мой». На записи было видно, как мальчик пару раз выглянул из зала, видимо, ожидается, потом вышел оттуда и присел на диванчике неподалеку. Мимо него прошла красиво одетая женщина с покупками, а через несколько минут вернулась и что-то спросила. Затем они посидели вместе, о чем-то беседуя, и ушли. Камера на выходе показала, что женщина с ребенком покинули здание и направились в сторону парковки. Дмитрий Иванович не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел это лицо. Она на кого-то была похожа, определенно, но на кого? «Я ее знаю», — прошумел охранник и будто с гордостью добавил. «У нас тут книжная на втором этаже, так это ее». На вопрос, нет ли у него адреса этой бизнесвумен, он снова с удовольствием отрапортовал, что есть. Поблагодарив, Дмитрий направился продолжать поиски сына. Но где же он ее мог видеть? На улице уже сгустели сумерки, прохожих стало меньше, в окнах быстро зажигались огни. Он добежал до парковки и обрадовался, что не забыл ключи от машины в больнице, а затем помчался по указанному на маленькой бумажке адресу. Там оказался большой особняк, огороженный каменным забором. Сообщив домофон, зачем он явился, Дмитрий зашел в открывшуюся калитку. На пороге дома его встретила привлекательная женщина в домашней одежде, тщательно причесанная, с легким макияжем. Только сейчас доктор вдруг осознал, она очень похожа на его сегодняшнюю пациентку. «Простите, что так вышло», — начала хозяйка, пригласив его пройти. Мальчик плакал, сказал, что уже давно там сидит и потерялся. Я спросил у сотрудников, но никто не знал, откуда он взялся. Мы подождали, а потом поехали ко мне. «Я надеялась, что если вы вернетесь, то вам дадут мой номер». Артемка после всех своих приключений крепко посапывал. Но, услышав знакомый голос, проснулся и побежал к отцу. «Может быть, поужинаем? У меня уже все готово», — предложила Виктория Леонидовна. Говорила она это с таким теплом. Да из кухни донесся очень аппетитный запах. А Дмитрия с Артемом ждал только вчерашний суп. Так что оба согласно кивнули, не договариваясь. Ужин действительно был великолепен. Наконец, расслабившись, Дмитрий вспомнил о странном сходстве. «Интересно», — удивилась Виктория. «А я могу посетить эту пациентку?» «Да, завтра ее переведут в послеоперационную палату». В прихожей послышался стук двери. И, судя по шагам, кто-то направлялся прямо на кухню. Вскоре в дверях показался невысокий, крепкий мужчина с залысиной, в солидном костюме и с папкой в руках. «Что-то я не понял». Недружелюбно начал он, обращаясь к жене. «И тебе добрый вечер», — спокойно сказала Вика. «Это кто такой? Пока я на работе, ты тут кого-то уже привела?» — разозлился ее муж. «Игорь, успокойся, я сейчас тебя познакомлю и все объясню». «Объяснишь? Не надо мне ничего объяснять. О, даже ужин романтический организовали. Молодцы!» «Мы пойдем, наверное», — сказал Дмитрий, вставая со стула. «Извините, что так получилось», — прошептала в прихожей Виктория и протянула ему визитку с номером телефона. «Ладно, я все понимаю». Гости ушли, а ей пришлось весь оставшийся вечер услышивать упреки. С одной стороны, она оправдывала такое поведение мужа ревностью, значит, он ее любит и боится потерять. С другой, когда человек, не разобравшись, заводится за секунду по совершенно безобидному поводу, это переходит всякие границы. Артем сидел в детском кресле, уставший и грустный. Слишком много потрясений выпало на него за этот день. И ситуация-то со злым дядькой, который непонятно, почему на них наорал и вовсе испугал его. Отец ведь никогда не повышал голос. Дима обернулся и, заметив печальный вид сына, прижался к обочине. «Старик, ты что, обиделся на меня?» Мальчишка отрицательно покачал головой, и отец протянул к нему руку, чтобы пожать маленькую детскую ручонку. «Ну, прости меня, заработался совсем. Вот, возьму отпуск, мы с тобой куда-нибудь съездим вместе, договорились?» Артемка повеселел, и они двинулись дальше. Дмитрий выехал на трассу. Улица погрузилась в темноту, и машины почти не встречались. Вдруг ему резко пришлось затормозить, потому что прямо перед колесами промелькнуло что-то очень маленькое. Он остановился, посветил фонариком в темноту через стекло. Посреди дороги на асфальте дрожал беленький с крупными пятнами комок. Дмитрий вышел из машины и вскоре пригласил сына тоже выйти на улицу. У его ног крутился щенок, пугливо помахивая крошечным хвостиком. «Ой!» – пискнул Артемка, умилительно хлопнув ладоши. «Что же нам теперь с ним делать?» – задался вопросом отец, размышляя о том, как лучше поступить. Но мысли уже текли вялы и упрямо не хотели сложиться воедино. «Давай возьмем его себе!» – предложил сын. «Ладно, давай пока возьмем, а там разберемся». Они заехали в круглосуточную ветеринарную клинику, где малыш был проверен, обработан и выдан обратно со словами «Здоровый мальчишка! Будет, скорее всего, маленького размера, не выше колена». Артемка был вне себя от счастья. Всю дорогу поглаживал найденыша, который удобно расположился у него на коленях. Дмитрий думал о том, что выгуливать и кормить его в течение дня будет просто некому. Поэтому, скорее всего, придется кому-то отдать или пристроить приют. Но лучше это решить завтра, потому что сегодня сил осталось только на то, чтобы, не раздеваясь, упасть на кровать и крепко заснуть. Утро выдалось таким же непростым, как предыдущий вечер. Голова болела, Артемка еле встал, одевался медленно, то и дело пристраиваясь на диван, чтобы поспать еще минуточку. Щенок же носился по квартире и звонко лаял. Пытаясь все и всех привести в порядок, Дмитрий даже опоздал на работу. Утренний обход, однако, прошел успешно. Все пациенты хорошо перенесли операции и от души благодарили врача. Двоих готовили к выписке. Новоиспеченная мама тройняшек переехала в палату, но от встречи с детьми почему-то отказалась. Впрочем, это было списано на ее психологическое состояние. Все-таки перенесла непростую операцию, да и жила она, судя по всему, бедно. А тут целых три младенца, которых неизвестно, как обеспечивать и воспитывать. Навестить ее никто не приходил. В обед Дмитрий отправился домой, чтобы проведать питомца и покормить его. Тот очень обрадовался появлению хозяина и поприветствовал его радостным тоненьким лаем. Мужчина решил, что если отоспаться и отдохнуть как следует, то и появление в квартире щенка не будет казаться таким уж тяжелым событием. Ведь Артемка был так рад, что забрать у него это было бы просто жестоко. Рабочий день и вечер прошли прекрасно, без приключений. Втроем они прогулялись по набережной, купили щенку маленький поводок, который, правда, ему сразу не понравился. Малыш возмущался и грыз веревочку, но деваться некуда, нужно было привыкать. Дмитрий написал заявление на двухнедельный отпуск, так что через несколько дней можно будет посвятить все время семье. Сделать уборку, свозить Артема в парк аттракционов, куда он очень давно хотел. Все шло хорошо. Пока утром в кабинет не вбежала испуганная Ниночка, забыв даже постучаться. — Что случилось? — спросил он ее. — Она? Нет ее. Говорят, ушла. Запыхавшись, сообщила девушка. — Кто ушел? Ничего не понимаю. — нахмурился Дмитрий Павлович. — Елена, у которой тройняшки. Соседке, говорят, отошла в туалет, а обратно не вернулась. Мы все обыскали, нигде ее нет. — Это еще что за новости? Как же она могла уйти? — возмутился он, на что медсестра только пожала плечами. Она и сама не могла этого никак объяснить. В этот момент в коридоре послышались громкие голоса. Пожилая санитарка Галина Ивановна кого-то отчитывала. — Как же так? Тебя тут ищут, с ног сбились, а ты вот, вся такая красивая, модная. Окна ведь прибыла еле одета. — возмущалась женщина, когда доктор и медсестра вышли из кабинета. Перед санитаркой стояла ничего не понимающая Виктория Леонидовна. Она действительно выглядела просто сногсшибательно. В осеннем пальто, берете, сапожках на каблуке, с маленькой сумочкой в руках. — Галина Ивановна, — вмешался Дмитрий и слегка улыбаясь добавил. — Вы схватили не того. — Как-то, — заволновалась та, глядя то на доктора, то настоящую перед ней красотку, которую она приняла за сбежавшую пациентку. — Я пришла навестить ту женщину, что родила тройняшек, — объяснила Виктория. — Ой, так это что это, я зря, что ли, накричала? — спохватилась санитарка от смущения, поглаживая подол халата. — Ох уж извините меня, пожалуйста, но ведь вы одно лицо с ней. Вика вопросительно посмотрела на доктора, и он пригласил ее в свой кабинет, где объяснил то, что случилось сегодня утром. — И что же теперь будет с малышками? — стревоженно спросила она. — Пока не знаю. Сейчас приедет полиция, будут разбираться. Скорее всего, отправят в приют, если мамочка не вернется. — Какой ужас! — посочувствовал Виктория и засобиралась уходить. Она отпустила водителя, решив прогуляться пешком. Золотая осень уже уступала место осени мрачной и сырой. Лужи хрустели под ногами детворы, и Вика улыбалась, видя эту искреннюю радость. Она хотела детей, но за 10 лет совместной жизни у них с мужем так и не получилось стать родителями. Годы шли, развивался бизнес, и мысли о собственном малыше стали потихоньку уходить в прошлое. Но сейчас, услышав, что три малютки остались без мамы, она почувствовала, как больно кольнула внутри. Как можно оставить детей на произвол судьбы? Совсем крошечных, беспомощных обречь на жизнь без тепла, без заботы и семьи. На следующий день случилось новое потрясение в больнице. К доктору буквально вломился крупный громкоголосый мужчина. Он размашистым шагом прошел в кабинет, отмахнувшись от возмущенных медсестер. — Да отстаньте вы! — буркнул он и закрыл за собой дверь. — Это вы тут, доктор? — Я, — спокойно ответил Дмитрий Павлович. — Вы по какому поводу? — Мне тут беременную найти надо, — сказал неожиданный посетитель, оглянув в кабинет, словно ожидал найти женщину где-нибудь в шкафу. — Здесь хирургическое отделение, а вам нужен роддом, он через дорогу. Также невозмутимо ответил врач, указывая в окно на светло-зеленое здание. — Так мне сказали к вам идти, — гудел здоровяк. — Ну, хорошо. Кому именно вы пришли? — К Ленке. У нее две дочки и мальчик должны были родиться. — Жаль, что вы не пришли на двадцать минут раньше, от нас совсем недавно уехала полиция. Дмитрий посмотрел на посетителя. Его внешний вид не давал ошибиться. Кожаная куртка, крупные перстни на пальцах, лысая голова. Одним словом, выглядел он угрожающе. Как и ожидалось, похожий на бандита мужчина напрягся, подошел к столу и взгромоздился на стул. — А что, Ленка, что ли, что натворила? — заговорщицкий спросил он. Дмитрий продолжил сохранять невозмутимый вид. — Она пропала. — А дети где? — Пока здесь, в больнице. — Мне бы мальчонку-то забрать, можно так? — Вы их отец? — Ну, это... Вообще-то да. Но с Ленкой у нас ничего не было, у нас не был обычный договор. — Какой договор? — Я обещал ее матери помочь. Ей операция нужна была, а у Ленки денег на нее не хватало. Мы соседи с детства. — А она за это вам ребенка должна была родить? — Ну да. Мне мальчонку бы. Ну что за мужик без сына, наследника? Ленка согласилась стать этой, как ее, суррогатной матерью. Я ей денег дал, все оплатил. А мать-то померла раньше времени. — Я вас понял. Только у Елены родились девочки, транюшки. — Как? — загремел мужчина, так что медсестры заглянули в дверь, видимо, волной за врача. — Так? Может быть, УЗИ вас подвело? Не знаю. — Ну, в таком случае я за них не отвечаю. Здоровяк встал и тихонько направился к выходу, бормоча что-то про то, как его подвели и какие бывают омерзительные люди на свете. — Вы это, значит, давайте сделаем вид, что я не приходил сюда и ни о чем таком мы не разговаривали. — Хорошо. — согласился Дмитрий Павлович. Остаток дня он размышлял о том, как помочь этим крохам. Найти семью, да еще и сразу для троих задача непростая. Эта же мысль, но в другом направлении, развивалась в голове Виктории. Она ходила вокруг да около, пытаясь найти подходящий момент для разговора с мужем. Да, он всегда давал понять, что никаких детей не хочет, но все же. Вдруг увидит малышек и сердце его растает. — Какие дети? — сразу отмахнулся Игорь, накладывая себе в тарелку еду. Что с тобой вообще происходит в последнее время? Понимаешь? Эти три девочки остались совсем одни, без мамы. Их отправят в дом малютки, потом в детский дом. — Погоди, погоди. Ты хочешь мне сказать, что готова удочерить их всех? — Ну так, готова. Хочу спросить тебя, готов ли ты? — Так, остановись, Викуля. Ты не заболела в случае. Может, у тебя что с головой произошло? — Взять троих малышей неизвестно откуда и неизвестно чьих. Да и вообще, я тебе давно сказал, что никаких отпрысков не хочу. — Но почему, Игорек? — Да не называй ты меня этим дурацким именем. Вконец разозлился он и бросил вилку в тарелку так, что еда разлетелась по столу. Даже дома не отдохнуть нормально. Он снова собрался и, не сказав ни слова, уехал. Такая реакция и неожиданное бегство оставили очень неприятные ощущения. Вика не стала убирать со стола, ушла в спальню и долго стояла у окна, не включая свет. Отъехав от дома на несколько метров, Игорь остановился, задумался на минуту и сказал вслух. — Вызвать бухгалтера С. Через несколько гудков из динамиков раздался приятный женский голос. — Привет? — удивленно спросила девушка. — Привет, Светосик. Ты дома? — Да. А ты разве нет? — Нет. — Приеду к тебе. — Приезжай. Домой Игорь не вернулся до утра и уехал на работу прямо от любовницы. К слову, это не было его единственным пристанищем. Много лет ему удавалось проживать несколько жизней сразу. Так, что жена, если подозревала, то никогда не находила доказательств его измен. Вика уже не могла просто так оставить идею помочь девочкам. Уладев сидела на работе, она направилась в роддом, чтобы увидеть малышек. По просьбе Дмитрия Павловича ее пустили к детям, которых со дня на день должны были забрать в приют. Их мать так и не объявилась. А истории с отцом было решено не давать ход. Слишком уж ненадежным он казался. Да и желания забрать малышей у него явно не было. — Что же делать? — растягивая слова, сказала Виктория, покачивая на руках одну из девочек. Она привезла им целую сумку приданного. Крохотные одежды, одеялец, игрушек. — Ваш муж точно не передумает? — на всякий случай уточнил Дмитрий, заранее зная ответ. — Нет, его не переубедить. И его можно понять. — Ну да, — согласился доктор, хотя в его интонации чувствовалось осуждение. Дмитрий вышел на улицу проводить Вику. Они стояли на парковке, разговаривая об Артемке, его новом пушистом друге, девочках-тройняшках и работе. Между ними появилась какая-то симпатия. И было очень приятно обсуждать все на свете. Им обоим не хватало спокойствия и простых непринужденных бесед. На парковку подъехала знакомая черная машина. Вика пригляделась и увидела за рулем своего мужа. Он вылез, обошел автомобиль и галантно распахнул дверь перед красивой блондинкой. Взяв его руку, девушка поднялась, оправилась, и они вдвоем, как ни в чем не бывало, направились к больнице. Вика хотела пойти за ними, но остановилась. — Это дочь нашего главврача, — заметив ее вопрошающий взгляд, пояснил Дмитрий. — Владеет частными клиниками в городе. Тем временем Игорь вернулся обратно и уже собирался сесть в машину, когда заметил приближающуюся к нему жену. Он отвернулся, делая вид, что кладет сумку на пассажирское сиденье. — Привет! — весело поприветствовал муж Вику. — Ты как здесь, не заболела? — Нет, по делам, а ты? — А я мотаюсь сегодня, как какой-то сопровождающий прям. Контракт заключаем с частными клиниками на поставку им кофемашины, и вот, все самому приходится. Тут вроде государственная больница, а не частная. Их владелица сюда зачем-то поехала, я подвез. — Крутимся вокруг них, видишь ли. Уж очень выгодный получается контракт. Они еще и обслуживание нам поручают. Да ладно, что о них-то? Тебе откуда? — Я на своей, — кивнула Вика в сторону красного авто неподалеку. — Ну хорошо, тогда до вечера. Беззаботно попрощался Игорь, будто ничего особенного не произошло. Вике всегда было трудно разговаривать с ним откровенно. Она боялась его реакций и подавляла в себе любые сомнения, лишь бы не выносить их на обсуждение. Тем временем он объехал больницу с другой стороны и снова припарковался. Вскоре к нему подошла та же самая блондинка и удобно устроилась на переднем сиденье. — Ну, что новенького там, светусь? — Ай, ерунда какая-то. Все обсуждают историю с какой-то бродяжкой. Лениво проговорила она и, опустив зеркало, начала поправлять прическу. — Какой бродяжкой? — заинтересовался Игорь. — Да, понимаешь, родила тут одна тройняшка и сбежала. После операции прям. Папа говорит, которые после Кесаревой ходят-то с трудом, а она взяла и просто куда-то ушла. — Вот так дела. А нет ли я желающих их забрать себе? — Не поверишь, есть? — Отчего же, вполне могу поверить. Какая-то богачка сумасшедшая. Говорят, у нее роман с нашим любимым всеми Дмитрием Павловичем. — А че это он у вас любимый? — Оттого, что уже все хорошие хирурги ко мне ушли. Этот же уперся как столб. Нет и все. Даже зарплаты в два раза больше не польстился. Вот так, значит? Ну, понятно. Игорь сопоставил одно с другим и понял, что жена совсем не ангел, как ему всегда казалось. Насколько он был неверен, настолько и ревнив. Собственник до мозга костей мужчина не мог простить такого оскорбления. Чтобы жена ничего не заподозрила, он стал более терпимым, довольным и благодарным. Пару раз даже пришел домой с букетом цветов. Заинтересовался детьми, к которым она ездила каждые выходные, и параллельно готовил план мести. Света, его любовница и по совместительству дочь главврача, после обещания устроить ей шикарный отдых на Кипре или Мальдивах, которые она просто обожала, согласилась поучаствовать в махинации. Придя как-то к отцу, она без зазрения совести сообщила, что хирург Дмитрий Павлович оказывал ей знаки внимания, а после отказа всячески ее оскорблял. Наговорил гадости об отце и вообще с ненавистью отзывался о коллективе, в котором работал. Главврач любил дочь до беспамятства и не мог ей не поверить. Несмотря на то, что хирург был одним из самых опытных специалистов в их больнице, он распорядился его уволить. Естественно, многие сотрудники были неприятно удивлены и даже, собравшись все вместе, пришли из делегации к боссу. К сожалению, никакие обращения не помогли. Дмитрий Павлович остался без работы. Несколько дней все падало из рук. Не было ни сил, ни желания за что-либо браться. Дело даже не в должности или зарплате, а в том, что он действительно любил то, чем занимался. Весь этот процесс, в котором он играл важную роль, доставлял ему истинное удовольствие. Люди выздоравливали, рождались дети. Здорово было ощущать свою важность и нужность, а теперь ничего этого нет. «Не отчаивайся», — подбадривал его заглянувшая в гости Вика. «Хорошие врачи везде нужны, да ты быстро найдешь новую работу». Ее появление удивительным образом преображало все вокруг. В квартире будто становилось теплее и светлее. Артемка с щенком носились туда-сюда, иногда забегая на кухню, чтобы схватить парочку печенек. Диме было легче проживать свои горести. Вика приходила все чаще, организовывала вкусный ужин, ради которого мыл руки и усаживался за стол даже маленький непоседа Артемка. Игорь не знал и не догадывался об этих посещениях, потому что по возвращению всегда заставал жену дома. По городу в то время пролетел слух, что погиб какой-то авторитет, мол, в результате бандитских разборок. Дмитрий изучал вакансии в объявлениях и на всякий случай по старинке закупился газетами. Там-то он и увидел знакомое лицо. Он приходил ко мне, как только роженица пропала. Рассказывал он Виктории. «Значит, его больше нет? Бедные девочки, такая судьба. Они уже улыбаются, смотрят так внимательно». С тоскливой улыбкой отозвалась Вика. «Все-таки решила собирать документы?» «Да, уже собираю. Не знаю, как быть с мужем. Просто уже не могу так все оставить. Правда, чувствую себя в последнее время не очень. Не знаю, что такое». Она еще несколько раз пожаловалась на здоровье, и Дмитрий посоветовал пройти обследование. Но как только она собралась это сделать, начались проблемы на работе. Сразу с нескольких счетов бесследно пропала крупная сумма денег. Пришлось запускать внутренние расследования, привлекать банки, но пока ничего выяснить не удавалось. Возникло подозрение, что кто-то специально делает так, чтобы компания Виктории обанкротилась. Чтобы доказать это, требовалось время. Оплатить поставщикам и сотрудникам нужно было сейчас. От всего этого голова шла кругом. Игорь делал вид, что тоже переживает, но все же не мог полностью вскрыть ликование в глазах. Вика же объясняла это для себя все той же ревностью. Ему хочется, чтобы жена всегда была дома и все внимание уделяло только ему, а не работе и другим мужчинам. Хоть немного вырваться из этого замкнутого круга проблем, ей помогали маленькие тройняшки, которым она продолжала ездить. Ну и, конечно, общение с Димой Артемом. Но в эти выходные она выделила среди всех забот пару часов и поехала к родителям. В их доме ничего не менялось. И это радовало. Хоть где-то все так, как было. Тепло, тихо. Только тикают большие механические часы на стене в гостиной. На диване мирно спит пушистый рыжий кот, на окнах море цветов. Отец и мать Вики уже вышли на пенсию и сейчас жили, что называется, для себя. Вместе ходили на прогулки, ездили в санаторий, делали заготовки на зиму. Может быть, именно поэтому их дочь так любила приезжать домой в самые тяжелые моменты жизни, чтобы запастись умиротворением. Отец встретил ее у калитки, крепко обнял, обрадовавшись долгожданной встрече. «Вот это гости! Проходи, проходи. Мама как раз тебя ждет. Уже наготовила пирогов с капустой твоих любимых». «Лень, с кем это ты?» Из окна показалось лицо Маргариты Юрьевны, которая тут же озарилась улыбкой. Отец остался во дворе, укрывать молоденькие фруктовые деревья на зиму, давая своим девочкам поболтать наедине. А Вика зашла в дом, где мама окутала ее заботой. Сидя у камина, завернувшись в плед и попивая чай с пирожками, дочь заговорила о том, что уже давно сидела с занозой внутри. «Все говорят, что как две капли воды, понимаешь? И к ее малышкам ты ездишь по выходным? Да». Мать помолчала немного, глядя на огонь, а потом вдруг заплакала. «Давно мы должны были тебе все рассказать, да как-то духа не хватало». Начала она свой рассказ, а у Вики к горлу под ступилком. Была какая-то тайна, о которой она не знала. «Тридцать два года назад у нас работала горничная Мариночка. Молодая, красивая девушка, очень исполнительная, чистоплотная». Мама снова замолчала, собиралась с мыслями. «Как-то я застала ее плачущей в комнате». Выспросила все подробно. Оказалось, что она беременна от какого-то парня. Наивная, все надеялась, что она думается, детей полюбит, женится, а тот даже и не помышлял о ней заботиться. Вскоре еще и в тюрьму загремел на несколько лет. После этого ей совсем плохо стало. Прям лица на ней не было, вот как плохо себя чувствовала. Говорит, как же я двоих-то одна подниму? А у нее близнецы должны были родиться. «И вы взяли одного ребенка себе?» – удивленно спросила Вика. «Да». «У нас своих-то детей не могло и быть-то. Это сейчас медицина ушла далеко вперед, а тогда никаких шансов». Мы поразмыслили своим папой и решились. Дальше она рассказывала уже сквозь слезы. «Как я была счастлива тогда! Наша малышка, наша! Мы тебя очень-очень любили, да и сейчас любим!» Вика присела к матери и, укутав половинкой пледа, крепко обняла. Так они сидели, пока не вернулся отец. «О, это что у нас тут такое?» – посмеиваясь, спросил он. «Невкусные пирожки напекла. А я говорил ей, что уже горелым пахнет». Вечер прошел уютно. Вика осталась у родителей на ночь. Утром же, возвращаясь в город, она чувствовала, что съездила не зря. Ей нужно было это узнать и просто побыть в незамысловатой семейной обстановке, чтобы найти силы жить дальше. Тем временем, Дмитрий нашел работу. Его с радостью взяли в небольшую частную клинику, где как раз не могли найти хирурга. Зарплату предложили в полтора раза больше, чем на предыдущем месте. Правда, добираться теперь приходилось на машине, но это уже не так важно. Они выстроили с Артемкой идеальный режим. Отец вставал и отправлялся выгуливать щенка, которого назвали малышом, а после возвращался, мыл ему лапы и шел будить сына. После утренних процедур вся троица отправлялась завтракать. Малыш оставался за главного, Артемка в садик, Дмитрий на работу. Вовед приходилось ездить домой, чтобы покормить песика, а вечером они вместе его выгуливали. В последние две недели Вика не заезжала и не звонила, и Дмитрий решил набрать ей сам. Она не была похожа сама на себя. Сонная, вялая. Рассказывала, что перестала ездить за рулем, потому что боится уснуть в дороге. А у одной из девочек обнаружили проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Требовалась дорогая операция, денег на которую попросту не было. Самое странное, что не только удивило, но и всерьез насторожило Дмитрия, Вика была по-настоящему напугана. Ей слышались какие-то голоса в пустой квартире. По ночам снились кошмары. С ней явно творилось что-то плохое. «Послушай, пообещай, что обследуешься завтра же, не откладывая», — попросил Дима. «Да, хорошо», — слабым голосом ответила она. Но ни на следующий день, ни позже Виктория не оказалась у врача. Она лежала в своей спальне, решив, что сошла с ума. Спала больным сном, вздрагивая от ощущения, что кто-то шепчет над ее ухом или сильно стучит по стене прямо за ее спиной. Игорь приходил только вечером, приносил еду и воду, а потом снова исчезал. Один раз пришел врач, измерил температуру, задал пару вопросов и заключил. «Вы заработались, милая моя, довели себя до ручки. Нельзя так. Отдохните, ни о чем не думайте и полноценно питайтесь. А я загляну снова через недельку». Вика поверила в слова доктора. Ведь и правда, она в последнее время много нервничала. Но и так, лежа на кровати, найти покой было невозможно. Там ее малышки, одной из которых требуется срочная помощь, бизнес, Дима. Думать было тяжело, как во время гриппа. Мысли не клеились, перемешивались сведениями. Игорь же был занят безусловно важными для себя вещами. Первым делом созвал совет директоров, на котором выступил с печальным видом. Вздыхая и рисуясь, он сообщил, что его жена больна. В качестве доказательства было представлено заключение врача. «Мне этого, конечно, совсем не хочется делать», — сообщил он. «Но, видимо, на какое-то время придется взять управление в свои руки». «А что все-таки случилось с Викторией Леонидовной?» — поинтересовался один из приглашенных. «Знаете, моя жена всегда берет на себя больше, чем может осилить. Я ей столько раз говорил, что здоровье когда-нибудь ее подведет. И вот результат!» — развел руками заботливый в кавычках муж. Следующие несколько дней Игорь довольно расхаживал по офисам и магазинам, знакомясь с сотрудниками и представляясь новым директором. Почти все воспринимали эту информацию недоверчиво и без особого энтузиазма. Виктория была компетентна, строга и справедлива, так что даже в самые сложные для компании времена сотрудники не оставались без зарплаты праздничных премий. Именно за это ее ценили, уважали. Новый начальник не внушал доверия хотя бы потому, что с первых минут раздавал десятки мелких непонятных поручений, просил переставить мебель, перекрасить стены, обновить ассортимент, не считаясь реальными возможностями. Не было никаких сомнений, что Игорю просто очень захотелось почувствовать себя важным, взять на себя управление и наслаждаться, видя, как ему подчиняются. Естественно, почти ничего из того, что он приказывал, никто не собирался выполнять. Всех волновал только один вопрос. Где Виктория Леонидовна? Особенно сильно ее состояние волновало Дмитрия. Не поверив в компетентность навещавшего ее доктора, он приехал сам. Хозяйка встретила его, опираясь на стенку. Вид у нее был замученный, как во время тяжелой болезни. Он взял у нее кровь на анализ, на всякий случай. Оставив фрукты, соки и забавный рисунок Артемки, который он нарисовал ей в подарок, гость уехал. За день пришлось принять несколько пациентов без предварительной записи, так что даже отвлечься на кофе было некогда. А результат анализа все это время лежал на столике администратора. Вчитаться в него удалось только дома. Дима даже сел на диван. Так увиденное его поразило. Судя по показателям, пациентка принимала сильнейшие транквилизаторы. Но знает ли она сама об этом? Не дождавшись утра, он собрал Артема и отправился в дом Вики. Игоря там не оказалось. Он все еще праздновал свое назначение, организуя вечеринки чуть ли не каждый день. Виктория сначала не могла поверить в происходящее. Муж действительно выдавал ей таблетки, но это было успокоительное, выписанное врачом. Несмотря на слабость, она встала и отправилась просматривать камеры видеонаблюдения, установленные по всему дому на случай, если кому-то придет в голову их ограбить. По счастью, они хранили записи за два последних месяца и снимали только моменты движений. На них было ясно видно, как готовя ужин, Игорь достает из тумбочки какую-то коробочку, измельчает таблетку в порошок, подсыпает его в еду и ставит тарелку на стол. Потом приходит Вика, они ужинают. «Как раз в это время я начала чувствовать слабость», — вспоминала Виктория. Я тогда думала, и чего это он вдруг решил сам готовить, да еще с таким рвением. Радовалась, думала, что-то переосмыслил. Она горько усмехнулась и закрыла лицо руками. «Какая же я дура! И когда бы он остановился, интересно!» «Так, Вик, собирайся, отвезем тебя в клинику. Твое состояние, мне кажется, уже может быть опасным. А потом поедем к нам. На ночь тут лучше не оставаться». «Да, пожалуй», — согласилась она и отправилась переодеваться. Дмитрий был морально готов отбиваться, если Игорь вдруг вернется домой. Но этого не случилось. Вика собрала все необходимое, и они спокойно уехали. Когда оказались дома, было уже совсем поздно. Артемкина завтра поручили заботиться о Виктории, что освобождало его от садика. Мальчишка был этому так рад, что долго не мог заснуть. Помимо помощи тети, в его планы входило такое количество игр и развлечений, какое вряд ли можно уместить в один день. Но мечтать это совсем не мешало. Ночью телефон Вики буквально разрывался от непрерывных звонков Игоря. Он явно не понимал, куда могла деться жена, ведь, как казалось, она была под полным его контролем. На разговоры сил совершенно не осталось, и она лишь написала короткое смс. «Со мной все хорошо, завтра поговорим». «Представляю, как он там сейчас мечется», — с усмешкой подумала Вика, и тут же крепко уснула. Да, она была абсолютно права. Муж не находил себе места с той самой минуты, когда не обнаружил ее в постели. А заметив лежащий на столе ноутбук, он и вовсе изменился в лице. Зачем это он ей понадобился? «Неужели, чтобы просмотреть камеры? Как же это он не сообразил, что нужно было их отключить?» Удалив все файлы, Игорь немного успокоился. В конце концов, никаких доказательств у нее нет и быть теперь не может. Резко вскочив со стула, бросился на кухню, чтобы уничтожить еще одну улику — таблетки. Сердце, казалось, делало сальто. Полка была пуста. Пытаясь найти хоть какое-то спасение, он схватил телефон и позвонил Свете, но она не ответила ни на один из двадцати вызовов. Полежав на диване в прихожей, провалившийся преступник в конце концов решил, что ничего плохого не сделал. Да, он всего лишь хотел помочь жене, спасти ее от депрессии, взял на себя тяжелое бремя бизнеса. А то, что как-то не так лечил, так это все доктор. Он ведь из заключения выписал и своей подписью заверил. Вот и нашлось достойное объяснение. С этой мыслью Игорь заснул, еще не зная, что его вскоре ждет. Виктория Леонидовна была настроена решительно. Как только силы к ней вернулись, она составила заявление и отнесла его в полицию. К удивлению и ужасу ее бывшего мужа, сотрудников заинтересовали не только его махинации с чужим бизнесом и здоровьем близкого человека, но и схемы, которые тот проворачивал в своей фирме. Не желая отдуваться за всех и порядком испугавшись, Игорь выдал все, как было. Под следствие попало и семейство главврача, развивавшее в ущерб государственной больнице свою сеть клиник. Света, увидев в кабинете следователя своего любовника, злобно зашипелась и накинулась бы на него, если бы не была вовремя остановлена. В отместку за предательство она выдала все, что знала об Игоре и его методах получать прибыль. Ведь часть госконтрактов заключалась с участием его компании, и многие из схем были внедрены именно им. Почему же он должен выходить чистеньким из воды? Вернуть украденные деньги Вика не смогла, но все же справедливость восторжествовала. Ее дело вернулось к ней, и работа продолжилась. Долго еще она не могла прийти в себя и до конца поверить, что муж мог так поступить. Все же она очень долго жила в иллюзиях, и на деле Игорь оказался совершенно чужим, жестоким, расчетливым и корыстным. Впрочем, все тяжелые мысли улетучились, как только пришло время заняться здоровьем одной из близняшек. Чтобы оперировать такую кроху, нужно было найти хорошего детского врача, провести несколько исследований. Когда все это было сделано и операция началась, новоиспеченной маме казалось, будто никогда в жизни она не испытывала большего страха. Усилия не прошли даром. Малышка выздоровела. Все самое плохое осталось, наконец, позади. Что касается Дмитрия, то у него теперь не было никакой необходимости скрывать свои чувства. Он и так слишком долго о них молчал. Дима признался в любви и сделал Вике предложение в Новый год, под бой курантов. Она взглянула на валяющегося на полу и хохочущего Артемку в костюме гнома, придавленного толстеньким псом, который за это время сильно вырос, на малышек, размахивающих крошечными ручонками, лежа в уютных гнездышках, и поняла, что чувствует себя самой счастливой на свете в эту минуту. Их семья сложилась так неожиданно и при таких удивительных обстоятельствах, что до сих пор было трудно в это поверить. Привыкнув к роли матери и научившись совмещать ее с бизнесом, Вика все чаще стала вспоминать о рассказе мамы. Она даже не могла себе объяснить этого желания, но ей очень хотелось увидеть биологического отца и сестру, дочек которой они с мужем сейчас воспитывали. Если о судьбе, сбежавшей тогда из больницы роженицы, узнать ничего не удалось, то с мужчиной, бросившей когда-то беременную, все оказалось куда проще. Он сидел у станции метро и просил милостыню. Без жалости на него было не взглянуть. Старая инвалидная коляска, оборванная одежда, шляпа у ног для монет, а в руках потрепанный жизнью аккордеон. Вика постояла рядом несколько минут, слушая грустную мелодию, а мужчина, обрадовавшись такому неожиданному вниманию, улыбнулся ей и с удовольствием продолжил играть. «Что вам нравится? Что сыграть?» – спросил он хриплым голосом. «Вы очень хорошо играете, но я здесь не для этого. Вас ведь Виктором зовут?» «Да, Витькой», – удивился попрошайка. «Как вы сюда приезжаете?» – спросила Виктория, оглядывая коляску и пешеходную дорожку впереди. «Своим ходом», – просто объяснил он. «А вы сможете доехать вон до того кафе, где столики на улице стоят?» «Смогу, чего не смочь-то». Он довольно умело управлял своей коляской. Прохожие оборачивались, разглядывая эту странную парочку. Красиво одетую молодую женщину и старика-инвалида с аккордеоном на коленях. Добравшись до кафе, они устроились за одним из столиков. Официантка презрительно посмотрела на бродягу и обращалась только к Вике. Та заказала ланч, чай и чашку кофе. Увидев еду, Виктор очень обрадовался. Судя по его пустой шляпе, если он что-то израбатывал, то очень мало. Пока мужчина с жадностью ел супа второе, его дочь размышляла, как начать разговор. Она знала, что неподалеку в машине сидит Дима, и от этого было легче. Он бы пошел с ней, но почему-то хотелось этот тяжелый момент прожить самой. Наконец, Виктор наелся и довольно с благодарностью посмотрел на нее. — Это спасибо вам. Давно я так вкусно не ел, — сказал мужчина. — Пожалуйста. — А как же вы живете? — Да как, перебиваюсь. — И почему так вышло? — Ноги-то. Он взглянул на свои колени. — Да на работе бревно упало на меня. Вот так и остался инвалидом. А где безногому работу найти? Никуда не хотят брать. — А ночуете где? — Да-то уж когда-как. Иной раз в подвальчике, иногда знакомые на ночь привечают. — А вы помните девушку, с которой когда-то в молодости встречались? Она еще забеременела от вас. Виктор задумался. По его грязному лицу было видно, как тяжело ему искать в памяти воспоминания. Вика попыталась представить, каким он был в молодости. И ей вообразился красивый, стройный парень с непослушными волосами и дерзкой улыбкой. Да, даже в таком состоянии на закате жизни он все равно сохранил остатки былой мужской красоты. — Это вы про Маринку, что ли? — Наконец вспомнил он. — Да. — Ой, — протянул он ностальгически. — Когда ж ты был-то? — Да, хороша она была. — А вы че, от нее, что ли? Где она хоть сейчас? Она умерла не так давно. — Да. — Ух ты, ничего себе. А я ее дочь. Тут случилось странное. Виктор осмотрел новую знакомую, будто только что ее увидел. Потом, пристыдившись, опустил глаза. А через пару минут заплакал. Вика молчала. — А я думаю, почему это все, зачем? Наконец произнес он, указывая на стол. — Теперь понимаю. Выходит, вы дочка моя? — Да. — Вот это да. Столько лет живу и не знаю, что у меня дочка есть, оказывается. Барматалон. И с каждой минуты становилось все заметнее, что ему очень стыдно и горько. Как ни странно. Но Вика этому даже обрадовалась. Ведь если он еще умеет стыдиться, значит, не потерял окончательный человеческий облик, скитаясь по подвалам и улицам. Конечно, она не испытывала никаких чувств к этому грязному и пожилому человеку, когда-то бросившему ее с матерью и сестрой. Но все же и ненависти в ней не было ни капли. — Вы говорили о работе, значит, готовы трудоустроиться? Она, как и планировала, сразу перешла к делу, не косаясь чьих-либо чувств. — Конечно, — уверенно отозвался Виктор. — Взяли бы только, а так-то я готов. Настала пора и Дмитрию выйти из тени. Вместе они перевезли отца в пансионат для пожилых людей и инвалидов. Вика оплатила ему проживание и уход, а через неделю не узнала бывшего попрошайку. Чистый, причесанный, в опрятной одежде, он выглядел лет на десять моложе, чем в их прошлую встречу. Довольно улыбнувшись, он показал ей временные документы, которые выдали до оформления постоянных. — Теперь как человек, с паспортом буду, — сообщил он. — Вот и отлично. Я ведь и работу вам нашла. — Как? И возьмут? — Возьмут. В одном офисе нужен охранник на пульт. Там главное за камерами следить и связываться с другими сотрудниками, если что. Думаю, освоитесь. — Буду стараться, — пообещал Виктор. Он действительно проработал два года охранником, пока не вышел на пенсию и не отправился жить в пансионат. Вика иногда приезжала к нему и даже познакомила с внуком и внучками. Годы пролетели так быстро, что о них напоминали только толстые фотоальбомы на полках. Садик, школа, институт. Как же пролетает детство незаметно даже для родителей. Артем стал статным парнем и уже работал кинологом. Любовь к малышу, его любимому другу, прожившему 12 лет, повлияла и на выбор профессии. Родители были этому только рады и всячески поддерживали сына. Девочки — Таня, Саша и Рита — тоже не отставали, решив пойти по стопам отца и стать врачами. Об их неразлучности слагали шутки и легенды, потому что с самого детства они всегда были рядом. Хотя и не обходилось без ссоры, ревности. Ну и, конечно, кульминацией сёстринской солидарности стало решение выйти замуж в один день. Сначала все над этим посмеивались, но девчонки были не из тех, кто берёт свои слова обратно. Им исполнилось 23, когда мама, заливаясь слезами, наряжала своих маленьких дочек в пышные белые платья. Как же молоды и красивы они были. «Мам, это же счастливый момент!» — подсказала весёлая и неунывающая Таня. «Вот-вот, мы же всё равно все будем рядом!» — поддержала сестру Сашка. «А я маму понимаю!» — возразила мечтательная Риточка. «Я бы тоже плакала!» После ЗАГСа все молодожёны и гости отправились в церковь, где их ожидал красивый обряд венчания. Вика еле сдерживала слёзы. Таким трогательным казался ей этот день. Дима и Артём, наоборот, были веселы и часто шутили, подбадривая жену и маму. Гостей же было столько, что казалось, им не хватит места в маленьком старинном храме. Но все удивительным образом разместились. Наступила тишина. Пахло ладаном. Красиво мерцали свечи. Вика в очередной раз вытерла платком глаза и мельком взглянула на женщину, собиравшую выгоревшие огарки в посвечнике. На мгновение она не поняла, что чувствует. Казалось, что там, в стороне от себя, она видит своё отражение, только в другом платке и платье. Аккуратно пробравшись через толпу к работнице церкви, Вика снова внимательно на неё посмотрела. В этот раз их взгляды встретились. — Вы Марина? — прошептала Вика сестре, а та покачала головой в знак согласия. В голове завертелся вопрос. Сказать ей? Сказать или нет? Нужно было решаться. Вика слегка кивнула в ту сторону, где уже шёл процесс венчания, и над головами молодожёнов появились золотые, богато украшенные венцы. Марина чуть приподнялась на цыпочках и увидела трёх невест и трёх женихов. Взгляд её изменился. Она покачала головой на этот раз из стороны в сторону, будто не хотела верить своим глазам. Как только обряд был завершён, Виктория подошла к служке и вложила ей в руку визитку. — Позвоните мне, пожалуйста, как будет время. Очень хочу с вами увидеться. Через два дня Марина, поколебавшись, позвонила. Сёстры встретились и впервые поговорили обо всём. — Я так долго тебя искала, — рассказывала Вика. Я ведь тогда пришла в больницу тем же днём, когда ты сбежала. Немного не успела. Да, двадцать три года. Очень жалела я об этом. А потом некуда их было забрать-то. Поскиталась и пошла в церковь служить. Думала, что хоть как-то свой грех искуплю. А девочки уже совсем взрослые. Я видела их тогда на венчании. Ещё какие. И вот уже замужние. С любованием и гордостью за своих дочерей, — сказала Вика. — А почему ты тогда оказалась в такой ситуации? Мама сильно болела. Деньги были нужны. А тут сосед пристал. Сына говорит, хочу наследника. Жены нет. Может, и не будет никогда. А ребёнок — это вроде как продолжение тебя. Я молодая была, глупая. Да и маме хотелось помочь. Согласилась стать суррогатной матерью. Он оплачивал всё. Денег у него было много. Потом мне какие-то его враги стали угрожать. Ездили по пятам, преследовали, пакости разные устраивали. Мама умерла. К родам я так была напугана и подавлена, что сбежала сама не зная куда. Ещё и девочки родились. Надеялась всё-таки, что он их не бросит. Как-то поможет, а он... Плохо я поступила. Очень плохо. Возможно, ещё несколько лет назад Вика не простила бы сестру за то, что та даже не пыталась найти её и дочерей. Но сейчас обиде места уже не осталось. Это родство было ниточкой, связывающей их с близкими и детством. Хоть у каждой остались о нём разные воспоминания. В семье было решено не говорить дочерям горькую правду об их рождении. По крайней мере, пока. Слишком счастливыми они были в первые месяцы своей взрослой семейной жизни. Хотя Вика не сомневалась ни на минуту, что они бы восприняли её как надо. Такие ж у неё выросли девчонки. Добрые, отзывчивые, понимающие. Спустя некоторое время Марина решилась прийти в гости на семейное праздничное застолье, на котором собралась вся дружная компания родных и друзей. Для Тани, Саши и Риты эта женщина была всего лишь давно потерянной и чудом разыскавшейся сестрой-близнецом их мамой. А для неё они – возможностью снова обрести счастье в кругу семьи. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok